Здравствуйте, уважаемые зрители канала Кадо.ру В прошлом видео мы посмотрели, как собрать косу Офнер Как привести ее в рабочее положение В этом видео я расскажу, какой частью оселка необходимо пользоваться для оправки косы Это важно, потому что такие вопросы задаются Сегодня мы на этот вопрос ответим Оселок Офнер из Корунда Имеет надпись с одной стороны Собственно надпись сделана еще и для того, то есть она выдавлена Чтобы было понятно, что этой стороной оселка пользоваться не надо Также не надо пользоваться этой стороной оселка Рабочая сторона оселка для заточки косы это торцы Торцы оселка Вот такими движениями мы правим косу Ну, здесь выбирайте, как вам удобно Под себя или на себя Коса поправлена Можно продолжать косить Всего доброго, уважаемые подписчики нашего канала КОДО Субтитры создавал DimaTorzok